У нас тут Гировая выдвинула инициативочку, что за собственное мнение о Второй мировой войне будут давать 5 лет. И при Следственном комитете специальный отдел, который будет тоже вычислять людей, которые неправильно понимают и неправильно говорят о Второй мировой. Я могу сказать, Оля, да и фиг с ними, да? Потому что они вот создали этот миф, с помощью которого они очень успешно лоботомируют население, и они этот миф будут защищать, как колдунья защищает рецепт приворотного зелья с такой же страстью. Их можно понять, потому что они сделали инструмент пропаганды, он работает, они не хотят, чтобы его кто-нибудь зазубривал, царапал и тупил, да? Это действительно очень эффектная, очень правильная лоботомия, потом след от лоботомии покрывается пилоткой сталинской армии. Если вы видите кого-нибудь в пилотке сталинской армии, значит, операция прошла успешно. То есть у них очень правильное желание имеют право сажать тех, кто портит их инструментарий. Но они совершенно не понимают... То есть того, кто просто неправильно думает, давайте зафиксируем. Да, они не понимают, с кем они связались. Они не понимают, что они уже проиграли, потому что они не знают новых поколений, и они не знают, с каких карт эти новые поколения могут пойти и ответить на все эти адские ужимки Яровой и на все эти особые отделы Следственного комитета, да? Поколение скажет, что? Нельзя думать на эту тему. Да и фиг с вашей Второй мировой войны. Берите ее себе. Думайте сами о ней. Да, совершенно верно. Вас могут посадить за то, что вы неверно оцениваете, даете неверженную, верную, недостаточно восторженную оценку действий, например, маршала Победы Скоробеева. Но вам никто ничего не сделает, если вы просто забыли об этой войне и сообщили, что она вам неинтересна. Нафиг иначе-то? Вот неинтересна? Не помню и знать не хочу. Любите ее сами, понимаете сами, да? И именно это заявит поколение, которым и пропаганда, и жандармы будут навязывать этот свой военный миф. И, в общем-то, это очень правильно. И это самый, скажем так, вот до Следственного комитета, до Яровой у мифа о войне был маленький такой, маленький шансик периодически оживать и дышать. А теперь, в общем-то, и его никогда уже не будет.